Всех приветствую, дорогие друзья! С вами Дмитрий Флегантов. Всех с пятницей. И сегодня будет видео образовательного плана для тех, кто часто меняет машины. Вернее, кто начал часто менять машины. Наверное, вот так вот правильнее сказать. Почему я акцентировал внимание на том факте, что вы начали часто менять машины, если. А потому что случится следующее. Если вот впервые, допустим, менее трех лет на машине проездили, которую приобрели, и продали ее потом из налоговой, вам придет вот такое вот письмо, где вас попросят сдать декларацию по форме 3НДФЛ. То есть заплатить налог на доходы физических лиц 13%, но при условии, что вы этот доход получили. Если же вы купили машину по большей цене, а продали по меньшей, соответственно, дохода нет. Соответственно, никакой налог вы не платите и сдаете нулевую декларацию. Но сдавать ее нужно обязательно. И сегодня я вам расскажу, кто впервые с этим сталкивается, как это все самостоятельно, без проблем заполнить и отчитаться перед налоговой инспекцией. В общем, поехали. Переходим к компьютеру. Я тут уже вот сделал заготовочку. То есть не буду, ребят, заморачиваться, захват экрана делать. Вот смотрите, так буду снимать. Мне так даже больше нравится почему-то, так как-то живее получается. Вот. В поисковой строке пишите 3НДФЛ за 2019 и скачать программу бесплатно с сайта налоговой. Вот такой вот текст сюда. Печатайте, и у вас сразу первая ссылка. Видите? Декларация ФАНС России. Открываем эту ссылку. Вот. И вот здесь вот, соответственно, программа. Ну, тут описание, инструкция по установке и программа установки. То есть вы сюда нажимаете, и у вас пошла загрузка. То есть вы запускаете ярлычок, происходит установка программы. Устанавливаете по умолчанию ее. Но я это все показывать не буду. Я вам покажу уже сейчас готовый результат. То есть на рабочем столе у вас появляется вот такой вот ярлычок. Вот такой вот. Кликаем на него. И пошла загрузка программы. Вот она у нас программа. Вот, смотрите, вот я ее развернул. Значит, сюда как раз вот вы вписываете все ваши данные. То есть вот номер инспекции. Здесь вот номер инспекции. Номер корректировки. Если вы не в первый раз, если вы изменяли что-то, то есть неправильно заполнили, неправильно сдали. То есть можно корректировку внести будет. АКТМО вводите. Вот. И, соответственно, АКТМО, кстати, тоже на сайте налоговой узнавайте ваш этот код. Так, значит, ну здесь вот иное физическое лицо. Так как от физического лица мы сдаем это все. Галочка, учитываемая справками о доходах физического лица, доходы по договорам, гражданско-правового характера, авторским вознаграждениям от продажи имущества и другое. То есть вот эта вот галочка должна стоять у нас вот тут вот. А сейчас я загружу уже то, что я заполнял, и вам покажу по остальным пунктам. Так, у меня, значит, вот открыть, 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 вот. Вот. То есть вот моя налоговая. Вот здесь вот выбирается из списка. То есть все... Список большой, ищите свою налоговую. Вот. Выбрали. А КТМО вручную вводится. Соответственно, на сайте налоговой тоже ищите. Вот. Дальше вот иное физическое лицо. И вот эта галочка вот здесь вот. Имеются доходы. Сюда поставили. И доверенность подтверждается. Ну, здесь лично. То есть лично сдаете. Вот. Дальше, значит, переходим. Сведения о декларанте. Вот, смотрите. Вот. Нажали. И тут вот, значит, фамилия моя. Имя, отчество, ИНН, дата рождения, место рождения. Как в паспорте переписываете все. Вот. Вид документа, какой я предоставляю. Серия номер, дата выдачи, кто выдал. И мой контактный телефон в конце, чтобы налоговая с вами связалась, если какие-то будут ошибки. Вот. То есть свой контактный телефон оставляете. И потом переходим в вкладка доходы. Здесь все заполнили. И вот нажимаем вот тут вот. И, соответственно, смотрите. Вот такой вот экран. И здесь вот источник выплат. Видите? Вот это вот. Это у меня уже заполнено. А вы нажмете вот на этот плюсик. И вот такая вот табличка у вас выскочит. Вот сюда вписываете наименование источника выплаты. То есть продажа автомобиля. Ну, как в моем случае, УАЗ Патриот. Вот, допустим, да. Вот ввели. И вот здесь вот ничего вводить не надо больше. Вот тут вот. Ничего не надо вводить. То есть нажимаете просто «Да». И все. Вот. То есть кроме вот этого вот наименования ничего сюда не вводите больше. Дальше, значит, нажимаете вот сюда вот на этот плюсик. И здесь вам надо сведения о полученном доходе вписать. Значит, выбираете код дохода. Смотрите. Так. Так, 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 так. Вот. 15. 15.21. Вот этот вот выбираете. Доходы от продажи транспортных средств. Нажимаете «Да». То есть вот он у вас, код появился здесь. А вот здесь вот сумма дохода. То есть за сколько вы продали автомобиль. Ну, допустим, давайте 500 тысяч рублей. Дальше. Код вычета расхода. Смотрите. И здесь вот важный нюанс. В общем, переходим вот сюда. Друзья, храните все договоры купли-продажи. Вот. Этот договор я машину купил. Этот договор я машину сдал в трейд-ин. Продал. Вот. Без этого вы не сможете подтвердить факт купли-продажи. Ну и, соответственно, вынуждены будете выбрать вот этот первый пункт. Продажа имущества, находящегося в собственности менее трех лет, в пределах двести пятидесяти тысяч. То есть, смотрите, нулевку у вас в этом случае сдать не получится. Вам придется от суммы продажи вычитать двести пятьдесят тысяч. Понимаете? А на остальное вам придется платить тринадцать процентов дохода. Поэтому храните все договоры. Вот. Как это делаю я? В моем случае я выбираю пункт код девятьсот три в сумме документально подтверденных расходов, потому что я их подтверждаю. То есть, вот эти надо снять копии будет с договоров и предоставить в налоговую инспекцию. Так, значит, все, вот да, нажимаю и смотрите, сумма вычета расхода, то есть, расход, он за миллион, допустим, я купил. Миллион, да, поставил. И месяц получения дохода. Вот здесь вот месяц получения, ну, девятый был месяц там, допустим, да. Вот, и смотрите, нажимаю да, вот, и пишет, сумма вычета превышает сумму дохода. Исправить. В общем, вот эта вот цифра, ее реальную писать не обязательно, то есть, она должна, чтобы нулевку получить, просто тоже 500 сюда вписывайте. 500 тысяч. Ну, или тот доход, который за сколько продали, короче, ту же сумму и вычет вписываете. И вот, нажимаете да, и все. И у вас появляется, ну, это я для вас, для примера, вот эту вторую строчку заполнял, а моя строка, вот она наверху была заполнена, то есть, вот она, вот это вот реальные мои данные, по которым продал автомобиль. Вот. и все, собственно говоря, так это убираем, лишнее отсюда. И у вас все заполнено. Вот. Общая сумма дохода внизу, сумма налога удержана, ноль. Вот. Все, выводим на печать, нажимаем вот сюда, вот печать, и все, и у вас этот самый, в общем, печатайте декларацию, можно ее просмотреть. Нажимаете вот сюда просмотр, и вот просматривайте, пожалуйста, вот тут вот все, все есть. Несколько листов, на пяти листах она. Вы все это распечатайте и везде распишетесь. И сдаете. Вот. Ну вот, собственно говоря, и все. Вот здесь вот нажмете, если сохраните вот этот ваш, вашу декларацию. Вот так. То есть распечатываете, вот показываю. Сейчас, минуточку. Вот, распечатали и в налоговую, в налоговую сдаете. Вот сюда вот от руки только вписываете, расписываетесь и дату, когда сдаете декларацию, значит, проставляете. Вот отметка налоговая, то, что декларация сдана. То есть в двух экземплярах. Один вам, другой в налоговую. Ну и на каждой странице вот такие вот подписи надо поставить, что вы подтверждаете сведения. Вот и все. Вот так это делается. Так что, друзья, все легко, все просто. Век цифровых технологий. Надеюсь, был полезен. Всем пока. До новых встреч на канале. Удачи!